В рассказе про религию древних людей наш любимый лектор Станислав Дробышевский показал типичные ошибки атеиста, которые пытаются говорить о религии. Религия древних людей. Ну, для того, чтобы об этом рассуждать, полезно дать определение религии. Религия – это мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. А и вот это не так-то просто, на самом деле, потому что определений, с одной стороны, много, а с другой стороны, они все страдают какой-то расплывчатостью. Определений религии много, потому что разные авторы, употребляя термин «религия», имели в виду разное. Не обязательно мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное, имелось в виду. То политика религиозной организации, то что-то про мораль и нравственность среди сотрудников этой религиозной организации. А некоторые, издававших определения, сами не очень хорошо понимали предмет. Например, Карл Маркс говорил что-то расплывчатое про религия опиум для народа. У нас об этом изречении в ТикТоке видео есть. А вот Ленин фразу Маркса конкретизировал использование религии для эксплуатации человека человеком, потому что у русского крестьянина нет претензий к Иисусу Христу или к Николаю Чудотворцу, но есть множество претензий к попу и к царю-помазаннику Божьему. Ну, по причине самой сути религии, потому что религия это вера во что-то сверхъестественное. Это самое что-то сверхъестественное называется догмат, то есть утверждение, которое принимается без доказательств. На основе системы догматов строится вся религиозная мысль конкретной религии, примерно как на аксиомах строится вся геометрия. И зная догматику конкретной религии, можно ответить на любой вопрос с точки зрения этой религии. Это утверждение можно проверить экспериментально. Заходите по пятницам к нам на прямой эфир и задавайте ваши провокционные вопросы. А сверхъестественное, ну то и сверхъестественное, что мы про него ничего не знаем и знать не можем, потому что если мы про это знаем, то это уже наука, это уже не религия. Сверхъестественное нам известно не меньше, чем естественное, потому что оно проявляется в жизни, но в сверхъестественном не работают научные методы познания. Там нельзя провести наблюдение и поставить эксперимент. Самый главный предмет любой религии это загробная жизнь. Невозможно в качестве эксперимента по-настоящему умереть, посмотреть что там, потом вернуться и рассказать. Невозможно с помощью какой-либо науки исследовать объект, бесконечный в пространстве и не подчиняющийся законам естественных наук. Таким объектом является христианский Бог. Поэтому выражение «наука доказала» или «наука опровергла» существование Бога ошибочно, потому что Бог не является предметом какой-либо науки, кроме религиозного богословия. А в религиозном богословии – бытие Бога и то, какой Бог – это догмат, то есть утверждение, принимаемое на веру. А так как религии разные и построены на разных системах догматов, то возможно сравнивать эти самые религии, и этим занимается сравнительное богословие. И самый известный и самый цитируемый исторический письменный источник по имени Библия как раз рассказывает о возникновении религии христианства и о борьбе христианства с религией древних людей по имени язычества. Так что сверхъестественное довольно хорошо исследовано человечеством в лице разных философов и религиозных мыслителей. Такая качественная религия полноценная должна еще иметь какую-то назидательную сущность, то есть она должна еще чему-то получать, что если ты будешь вести себя хорошо и не будешь бить по голове соседа, то, наверное, он будет относиться к тебе тоже хорошо и тебе, наверное, будет хорошо. Назидательную сущность выполняет не религия, которая занимается сверхъестественным, а мораль и нравственность, которая занимается взаимоотношениями людей. А взаимоотношения людей это как раз очень даже естественное. Но религиозный деятель, как правило, занимает еще и общественно-политические должности и поэтому вещает о морали и нравственности от имени религии. Мораль и нравственность может меняться, а догматика неизменна. Если изменить догматику, то получится новая религия. Кто такой дух? А дух это дух, он в определении не нуждается. Божества, олицетворения стихий, духи, ангелы, бесы и прочие сверхъестественные существа как раз и являются предметом религиозного познания. И религия им дает четкие определения. Причем не только определения, но и закономерности их поведения и как практически со всем этим взаимодействовать можно. То получается, что религия это некое неутилитарное поведение, не имеющее прямой практической выгоды и какого-то вот такого непосредственного выхода, но имеющее целью получения богатых эмоций и имеющее какое-то незавидательное свойство. Получаем богатые эмоциональные переживания, духовный опыт, как это модно сейчас говорить, и согласуя с этим духовным опытом, который мы не очень понимаем критически, откуда он взялся, что это вообще такое, пытаемся получить какие-то направления, установления, как нам надо себя вести, а как не надо. Когда атеист пытается сформулировать свое понимание религии, то получается что-то среднее между культурой, субкультурой, клубом по интересам и психбольницей. Потому что у атеиста нету системы базовых знаний по богословию, ему их просто негде получить, да и незачем. Корни религиозного поведения, они размазываются и теряются. Корни религиозного поведения очень хорошо находятся, потому что носители религии сами расскажут, для чего какое религиозное действие или предмет используют. Предметы не делятся на полезные и религиозные, потому что большинство языческих обрядов совершается с обычными орудиями труда, типа окунуть в воду, в огонь, в землю, нужным образом хранить, куда-то наоборот строго запрещается с ними входить. Если предмет узкого назначения, например, маска или чашка, то она использовалась по аналогии с современными религиями. А как ее иначе использовать-то? Если археолог нашел какую-то штуковину и не понимает, что это значит, то это вещь ритуального назначения. Это потому что тот конкретный археолог плохо разбирается в религии и думает, что там в религии абсолютный беспредел и может быть все что угодно. А это не так. Даже если мы будем рассматривать австралийских аборигенов, все равно это не охотники на мамонтов. Абориген из Австралии – это не охотник на мамонтов. Так же, как христианин 5 века, это не то же самое, что христианин 17 века. Но религиозная жизнь не сильно меняется, потому что не меняется предмет веры, то есть система догматов. Дикарь из каменного века, так же как и дикарь современный, будут мистически взаимодействовать с природными стихиями и тем, что среди них бегает, прыгает, ползает, летает. В помощь нам является простота жизни древних людей. Простота быта не означает простоту религиозной жизни. Как раз наоборот. Чем примитивнее жизнь, тем меньше науки, тем больше вещей кажутся сверхъестественными. Следовательно, больше мистических действий и сложнее религиозная жизнь. Современный христианин даже молитву перед едой не всегда говорит. А дикарь на каждый шаг в джунглях имеет свои мистические предписания. И, допустим, голубь хлопает крылышком, выпадает зернышко. И тут у голубя лампочка в голове загорается, что зернышко выпало, потому что он хлопает крылышком. Он начинает активно хлопать крылышком, и у чуда зернышко выпадает. Голубь не вдомек, что зернышко выпадает каждые 30 секунд. Ну ладно, он будет радостно дергать крылышком, и у него есть подтверждение. Он дергнул, выпало, дергнул, выпало. А другой голубь, не знаю, там крутнул головой, да, и тоже выпало зернышко, и он будет крутить головой. И вот эти вот химеровские, так называемые голуби, это такой простейший пример, такая наипростейшая модель появления суеверия. Опыт с голубями действительно показывает механизм возникновения суеверий. На которых строится естественная религия по имени язычества. Но сложная религия, такая как христианство, не возникает естественным путем. Христианство изучается по книгам, а книги надо уметь читать и производить, а для этого надо повышать уровень науки и культуры. И поэтому приход христианства уменьшает суеверия и создает базу для науки. Например, в 4 веке христианские мыслители из разных стран собрались на научную конференцию по имени Вселенский собор. И из многих письменных источников отобрали те, которые соответствуют их христианскому вероучению. И составили сборник по имени Библия. А это довольно серьезная научная деятельность, даже по современным меркам. А когда христианство деградирует или целенаправленно уничтожается, то сразу начинают возникать суеверия, астрология, народная медицина, гадания, которые мешают популяризации науки и еще больше увеличивают количество суеверий. То есть борьба с религией приводит не к развитию науки, как это задумывается, а к тому, что религия становится более примитивной и еще больше мешает распространению научного взгляда на жизнь. Это к вопросу атеистов. Зачем надо изучать религию? В вопросе, колдует ли голубь, важно показать, где граница между мировоззрением как свойством высокого разума и инстинктами, к которым добавлены условные рефлексы. Чтобы сказать, есть ли религиозные действия в том, что обезьяна кидает камни, надо узнать, с какой целью обезьяна это делает. Она просто получает удовольствие или как-то связывает с этим броском свою дальнейшую жизнь. Например, если раскладывать карты на столе или на экране монитора, это может быть просто развлечение. Если связывать с раскладом карт события в жизни, то есть гадать, то будет религия. А она вот просто от души развлекалась. И никакой пользы с этого непосредственно прямой не получала. Развлечение это и есть польза. В том, чтобы полететь на самолете в Египет и сфотографироваться возле пирамиды, тоже нет никакой пользы. Но люди это делают. И это не религия. И получается, что это, по сути, как бы ритуал. Повторяющееся действие становится религиозным ритуалом только, когда получает сверхъестественное обоснование. Делать земные поклоны в спортзале без мистического смысла – это гимнастика. Делать такие же земные поклоны в храме – это религиозный обряд. Да, мировоззрение человека по материальной культуре труднее определить, чем это может показаться. Если в жилище дикаря найдена христианская икона, то это не означает, что дикарь христианин. Потому что эту икону ему мог кто-то подарить. Он эту икону мог где-то найти или купить и использовать ее как очередной амулет или идол в своей языческой религиозной жизни. Об этой практике рассказывают записки путешественников. Все необычное и непохожее наделяется мистическими свойствами. Действительно, это так. Но назвать это религией не получится. Ладно бы, там была целая куча этих камней, собранных вместе, красных, тогда мы могли бы рассуждать, что островопитейки ходят на берег реки, собирают гальки красного цвета и возводят из них курган. Религия не обязательно что-то массовое. Этот камень мог быть личным талисманом, и владелец считал, что этот камень ему помогает. Это тоже религия. Представить функциональное назначение такой конструкции крайне проблематично. Критерий религиозности не в том, что нельзя представить функциональное назначение, а в том, встречается ли что-то подобное в других религиях. Так, ответ по данному вопросу, да, встречается, делается постамент, на который кладется какая-то ритуальная вещь. Более того, делать религиозный объект в виде купола, это частая практика, и она символизирует небесный купол. Там рядом круглые камни случайно не валялись, а то могли бы символизировать небесное светило. По задумке, да, по определению, религиозный обряд должен вызывать какие-то эмоции. Он не может быть безэмоциональный, иначе смысла в нем никакого нет. В религиозном обряде важно правильно сделанное в правильное время действие. Религиозный обряд направлен на сверхъестественные силы, что при этом испытывает жрец, кто-то еще, никого не волнует. Это только в христианстве стали появляться такие мысли, что надо совершать поклонение Богу с любовью, верой и чем-то еще. Внутри этих каменных колец они жгли кости пещерных медведей, так же без пользы, опять же, неутилитарная. Никому не надо жечь медведей до пепельного состояния. Жечь кости медведя в пещере – это известный обряд. Делается, чтобы дух убитого медведя там заблудился и потом не отомстил охотнику, который этого медведя завалил. Для племени этого охотника это имело очень серьезное практическое значение, и они готовы были выполнять такую трудную работу. Подопределение религии вот этот случай идеально подходит. То есть очень сложно, много трудозатрат, энергия, времени, сил. Явно будет очень много эмоций после такого. Подопределение религии подходит, потому что современные охотники из диких племен так делали и делают, и рассказывали, зачем они это делали. Трудоемкость и эмоциональность без взаимодействия со сверхъестественным не являются критерием религии. Спортивные соревнования – это трудоемко и эмоционально, но это не религия. А вот первые Олимпиады в античной Греции были полноценными религиозными мероприятиями, потому что там были задействованы культы местных богов. И скорее всего это первый древнейший известный нам религиозный обряд. Первый древнейший религиозный обряд – это первое захоронение. То есть трупу, которому уже все равно, придали определенное положение, чем-то посыпали, куда-то закопали, что-то положили рядом. Загробная жизнь – это самая главная цель религии. И правильный обряд погребения влияет на загробную жизнь. На эту тему есть очень много письменных источников от носителей самых разных религий. Мы надеемся, что Станислав Гробышевский не обидится за то, что мы его раскритиковали. Мы, как и он, продвигаем научный взгляд на жизнь через свою блогерскую деятельность, а его любим. Причем в очень мракобесном социуме мы это делаем. Социум называется «Русская православная церковь». У нас есть богословское образование. Мы интересуемся религией и общественно-политической деятельностью церкви. И всегда готовы быть вредными оппонентами по вопросам церкви и религии.